МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире новоизбранный президент Республики Западная Армения Лидия Маркусян представила годовую программу деятельности. Наравне с миграцией началась политика ассимиляции Алавитов Рузанна Махетарян. Депутаты Западной Армении мама героя Нурайра Сухумуняна. В пассе не ратифитировал полномочия делегации Баку. Битва при Араре. Забытые страницы армянской истории. Мы и наши фамилии. Очередная историческая ложь о Степанакерте. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 21 января состоялось заседание правительства Западной Армении. Заседание вела новоизбранный президент Республики Западной Армении Лидия Маркусян. Президент представила годовую программу правительства. Президент Лидия Маркусян отметила В июне 2024 года мы организуем вторую сессию третьего созыва Национального собрания Парламента Республики Западной Армении. 24 июня 2024 года отметим восьмую годовщину ратификации Северского договора Республики Западной Армении. В июле 2024 года мы примем участие в конференции Организациях Объединенных Наций ООН по правам коренных народов. 4 августа 2024 года отметим 104 годовщину провозглашения независимости Килики и годовщину основания Национального совета армян Килики. 10 августа 2024 года отметим 104 годовщину подписания Северского договора. В беседе с корреспондентом Вестерн Армении ТВ депутат Национального собрания Западной Армении третьего созыва Рузанна Махетарян отметила Культурное сообщество Восточной и Западной Армении должно быть в состоянии продолжить диалог, поскольку именно на этих уровнях становится возможно сформировать определенные новые представления о настоящем и будущем. В то же время, обращаясь к прошлому, и здесь ни в коем случае и речи не идет о том, что прошлое должно быть забыто или замаскировано. В новом парламенте Рузанна Махетарян будет бороться за армянскую идентичность и единое государство. Интервью Рузанны Махетарян доступно на нашей странице в Вестерн Армении ТВ в Ютуб. Депутат Национального собрания Западной Армении третьего созыва Сюзанна Вартанян, мама героя 44-дневной войны Нурайра Сохуманяна. Сюзанна Вартанян родилась в городе Арарат Араратской области, родом из села Халила Западной Армении. Окончила школу номер 2 имени Паруира Севака. По специальности юрист. Живет в селе Артабуйк Вайотзорской области. Преподает респриденцию в региональном государственном колледже Вайотзора. В беседе с корреспондентом Вестер Армении ТВ Сюзанна Вартанян отметила. Сохранение Западной Армении напрямую связано с Восточной Арменией. Интервью Сюзанны Вартанян доступно на нашем YouTube-канале Вестерн Армении ТВ. Голосованием на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ассамблея приняло решение не утверждать полномочия членов азербайджанской делегации. Соответствующее решение было принято 76 голосами за, при 10 против, 4 депутата воздержались. Против проголосовали 9 членов турецкой делегации и еще один депутат от Албании. Воздержались два делегата из Швейцарии и по одному депутату из Норвегии, Боснии и Герцоговины. Ассамблея также обсудила ситуацию в Нагорном Карабахе Арцахи, отметив, что лидеры Азербайджана не приняли очень серьезные гуманитарные последствия и последствия для прав человека, вытекающие из отсутствия свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор. Напомнив, что осуждают военную операцию в сентябре, которое привело к бегству всего армянского населения Нагорного Карабаха в Армению и обвинением этнических чисток и геноциде. Этим решением делегация Азербайджана была исключена из ПАСЕ как минимум на один год и может вернуться в течение этого периода только в случае выполнения своих регламентирующих обязательств. Ранее мониторинговая комиссия ПАСЕ рекомендовала делегатам Ассамблеи не подтверждать полномочия азербайджанской делегации. Делегация Баку в свою очередь заявила в Страсбурге, что прекращает сотрудничество со структурой и участие в работе организации. Парламентская Ассамблея отмечает, более чем 20 лет после вступления в Совет Европы Азербайджан не выполнил основных обязательств, вытекающих из его членства в организации. Сохраняются очень серьезные опасения относительно способности Баку провести свободные и справедливые выборы, разделение властей, слабости законодательной власти в Азербайджане, независимости судебной власти и соблюдение прав человека. Ассамблея выразила сожаление по поводу отказа Баку от приглашения наблюдателей ПАСЕ на предстоящие президентские выборы, несмотря на то, что Азербайджан обязан направить приглашение как страна, подлежащая мониторингу. Ассамблея также обеспокоена, что садокладчиков мониторингового комитета не допустили встречи с лицами, обвиняемыми или арестованными по политическим мотивам. Восточный легион первоначально дислоцируется на полуострове Синай, где участвует в небольших перестрелках и разведывательских миссиях. Однако его основная роль заключалась в том, чтобы служить резервной силой и защищать жизненно важный Суэцкий канал, который был спасательным кругом Британской империи. Восточный легион не видел никаких серьезных действий до сентября 1918 года, когда Алимбин начал свою последнюю атаку на османские силы в Палестине и Сирии, известную как битва при Мегидо. Битва при Мегидо стала решающей и блестящей победой союзников, поскольку им удалось прорвать турецкие рубежи, захватить несколько стратегических позиций и нанести врагу тяжелые потери. Восточный легион сыграл решающую роль в этом нападении, поскольку ему было поручено захватить деревню Арара, расположенную на холме с видом на долину реки Иордан. Арару защищали объединенные силы из четырех тысяч турецких и немецких солдат, которые укрепили холм траншеями, пулеметами и артиллерией. Восточный легион всего из 1200 человек столкнулся с огромной проблемой, поскольку ему пришлось атаковать холм с фронта, который находился под постоянным прицелом противника. Восточный легион начал атаку утром 19 сентября 1918 года, после непродолжительного артиллерийского столкновения. Несмотря на упорное сопротивление и труднопроходимую местность, армянские солдаты мужественно и неуклонно продвигались вперед. Добравшись до вражеских окопов, они вступили в ожесточенный рукопашный бой с турецкими и немецкими солдатами. Восточный легион сражался с неописуемой храбростью и решимостью, сумев преодолеть оборону противника и захватить холм. Также Восточный легион захватил в нескольких пленах оружие и флаги, обеспечив позиции для продвижения союзников. Восточный легион понес 300 жертв. Недавно азербайджанцы сделали очередное сенсационное заявление о том, что более 400 современных армянских фамилий имеют азербайджанское происхождение. Таким образом, азербайджанцы, которые традиционно перенимают армянскую музыку, кухню, культурные и исторические памятники, решили пойти дальше и присворить себе также армянские фамилии. Не для кого, в том числе и для азербайджанцев не секрет. Азербайджанцы — это нация, искусственно созданная в начале прошлого века, получившая свое название по воле Иосифа Сталина в 1936 году. Пытаясь оправдать свое существование и, возможно, кому-то доказать свою древность, азербайджанцы активно присваивают оставшиеся на территории современного Азербайджана историко-культурное наследие армян, лесгин, грузин, аварцев, талышей, удинов и татов. Азербайджанские ученые и политики настолько наловчились в освоении чужого, что сами стали верить сказанному. В рубрике «Мы и наши фамилии» телеканал «Вестер Армини ТВ» напоминает слова, сказанные после знаменитого указа Эмбера 1916 года Авни Бея — турецкому военнослужащему Хусею, где говорилось, что запрещено даже говорить на армянском языке. Если мы хотим стать хозяевами нашей страны, то даже название самой маленькой деревни мы должны перевести на турецкий, а не оставлять армянская и греческая. Таким образом мы окрасим нашу страну своим цветом. Азербайджан можно назвать территорией различных этнических групп, которых объединяет турецкая политика как форпост пантюркизма на Кавказе. Многие из данных этнических групп являются потомками Кавказской Албании, конфедерации племен древнего государства, которые имели тесные культурные и религиозные связи с армянами. Коренные этнические группы на территории Азербайджана, как правило, компакта проживают в отдельных районах и городах, но с каждым годом их число сокращается в результате ассимиляционной политики Азербайджана. Права коренных этнических групп систематически нарушаются. Любое явное проявление их национальной идентичности называется сепаратизмом. Например, коренные народы не имеют права размещать вывески на своем родном языке в местах проживания. У них нет своих национальных школ и культурных центров. В местных органах власти вы вряд ли найдете представителя национального меньшинства на данной территории. Выступая на стадионе в оккупированном городе Степанакер, глава Баку Ильхам Алиев заявил, хан Кенди Степанакер – древний азербайджанский регион. Село основал Карабахский хан, а после на средства Баку азербайджанские архитекторы и строители создали крупный город. Заявление главы Баку содержит откровенные фальсификации и искажения исторических фактов. Очевидно, что тюркизация идентичности и истории как многих населенных пунктов Западной Армении, так и города Степанакерта является частью армянофобской политики режима данной страны. Большое количество информации об основании, развитии и застройке города Степанакерта находится в официальных документах армянских первоисточников Российской империи XIX века, где подробно представлен этнический состав населения, род занятий, владения, налоги и прочее. Согласно армянским источникам, на административной территории современного Степанакерта было несколько армянских сел. Вараракн, Пехлул, Кыркыжан и прочее. В конце XVIII века на северо-восточной части нынешнего Степанакерта была основана зимняя резиденция ханов Шуши, известная как ханинбак, то есть ханский сад. Территория становится личным владением ханов Шуши и членов семьи. В число вышеупомянутых территорий также входило армянское поселение Вараракн, ставшее ханским поместьем, ханским селом и начинает упоминаться как ханкинди, что означает ханское село. К XX годам XIX века население Вараракны значительно сократилось. В официальных российских документах упоминается только 40 армян и священник. Позже деревня была заброшена, поскольку население переселилось в Шуши. В ближайшее время телеканал Вестерн Армения ТВ представит исторические обзоры, подтверждающие армянскую принадлежность Степанакерта. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!